У нас нынче необычное получилось так, что брату Господь открыл, машина полностью из строя выходит, и нам необходимо поворачивать, как говорят, оглобли в другую сторону. Ни Мурманс, ни Смоленск, ни Витебс, ни Псков, ни Санкт-Петербург, ни Московская область, не трогаем. Теперь то, что у нас там есть вставки, я хочу рассказать, как работать с этим материалом. Длинный контейнер морской стоит, и вот это в пачке. Подойди поближе. Я просто для примера сказал. Вот первый дослов, Божья нет уст, так на нем написано. ВНЗ-1, Новый Завет 1. Тут написано Новый Завет номер 3, ну между ними 2, конечно. А далее, и впереди тут у меня еще есть к истинному православию, впереди неканоническая симфония, и далее эти 30 томов под открытым оком. Что получается? Пачки надо было разложить, мы их разложили одна на одной, это в каждой пачке по 8 книг, иные пачки бывают по 6 книг, иные по 10 книг. Почему так мы издавали в разных городах, и поэтому не может знать. Так они упаковки сделали, но мы сделали на 120 городов и районных центров. Ну с собой мы взяли около 20, значит там где-то 105 или чуть больше. Много делали подарков, то есть единичный, это трех томик Нового Завета, и до слова Божья нет уст, примерно в 40 местах подарили людям. И на таможне, где мы только не были, везде дарили. Дарили щедро, потому что мы чрезвычайно богаты, богаты духовными сокровищами. И вот теперь, кто там будет этим заниматься, я даю маленькую инструкцию. Как только зайдете, ни к чему не прикасаться. Сначала посмотреть, как они лежат у нас. В дверь заходишь, вот это вот, допустим, у вагона, с той стороны дверь, ну вагон это, контейнер называют, и лежат. Но в них сверху, которые уже были распечатаны и остались, газеты, ну кажется, вот такой коричневой бумагой, их развернуть, и тогда оно открыто видно. Открыто вот как видно. Вот этой книги уже нету. Церковь, свобода, тюрьма. Вот она где. Симфония, вот Церковь, свобода, тюрьма, это первые мои стихи, которые были изданы с фотографиями. Вторая это симфония на житие святых. Тоже вышла, это 38 книг, вот они лежат. Но остальное мы переиздали. Вот до слова Божья нет уст. Симфония, она не каноническая, кисленная православие. И дальше идет трехтомник. Вот он здесь лежит, трехтомник Нового Завета. Первый том. Вот он и как выглядит. Первый том. Потом рядом лежит второй том. Знаете, что-то заложили, даже не первый, а второй. Второй, третий. Очень красочно оформленный, 240 иллюстрации Гюстала Доре. Наша раскраска. Видите как. И они лежат в самом начале. Надо присмотреться. Все, которое в коричневую бумагу завернуто, развернуть и посмотреть. Напротив, вот этот первый том. Его тоже нету уже. Он кончился. Сразу начинается со второго тома, открытым окон. Вот оно где. Вот она лежит, такая пачка. А напротив пачки вот эта развернутая. Все это помещается в две коробки. На той стороне вагона мы уже поставили. На них написано один, а на других коробках вместе два. Таких у нас 19 уже. Первая, вторая составляет полный комплект. Полный комплект это, ну теперь он поменьше уже, 36 книг. К ней. Получается 30 килограмм весу. 30. Значит, в первую коробку ложить всегда одинаково. Все, что идет до, вот открытым окон, до 13-го. Вот 13-й в твердом переплете. Значит, кладется новый завет. Он так и положен с этой стороны. Симфония, Крестное православие. И вот эти вот до 12-го тома. До 12-го. Вот он 12-й том, открытым окон. Все, это коробка номер один. Там на их сверху написано. Сами себе подправьте. Во вторую коробку идет 13-й, 14-й. Ничего не идет, кроме открытым окон. 15-й, один берет и слух произносит, чтобы не ошибиться. И набирает до 30-го тома. Вот, 30-й том, открытым окон. Это вторая коробка. Завязывается, но потом, как уже грузить, увидите. Мы с собой брали 22-25 экземпляров. Ну, тут получается 50 коробок. Первая и вторая составляют полный комплект. Это для библиотек. Бывает иногда так. Библиотека центральная. Ее спрашивают. А у вас тут в городе еще есть? А они вам подведомственные, конечно. А вы могли бы им передать? В городе трудно искать. Поэтому мы приносим еще два ящика. В один угол кладем следующую библиотеку. Опять первый, второй ящик. Это полный комплект, чтобы был. В другой угол. В третий. Вот так мы передали в Стокгольм, когда у нас случилась большая беда. Это мы оставили для Финляндии, в Эстонии. Созвонились и там все это возьмут. Во Франции оставили там для Шотландии. Все это от нас не зависело. У нас очень серьезные были неполадки с машиной. Очень серьезные. Мотор. Я о нем никогда и не думал. А мотор это все. Там шестеренка передачи полетела. Вот. Потом я расскажу. Главное сейчас найти волонтеров, которые живут за пределами Москвы, где-то рядом, чтобы эти 3400 верст километров от нас до Москвы не делать. Дороги ремонтируют. Стоишь. Жара. Не пройти. Пыль. Где ночевать? Тратить-то это не просто так. Я сейчас краткую дам информацию, кто не знает, во что это нам все обошлось. Вот смотрите. По России на бензин истрачено ну, три недели. Ровно три недели. 21 день. Мы были за границей в Шенгенской зоне. В Шенгене были. Три недели. Так вот это сюда не входит. По России, что мы ехали, а это входит в Дагестан, где мы были, 52 580 рублей. В Шенгене мы потратили 99 600 рублей. Это евро, все это перевели. Вот. Закавказские республики. Это Азербайджан прошли мы, Грузия, Турция. Все вместе. 28 не знаю, почему здесь намного меньше было. А, это Шенген был. 28 тысяч. Вот. Эвакуаторы, которые нас возили, это три раза было, подхватывали. В общей сложности 400 километров. Заплатили 100 тысяч. Вот здесь 3,7 рубля стоит километр. Там 300 и 400 рублей в среднем. То есть ровно в 100 раз дороже. Когда тебя поднимают там эвакуатор на машине, не на веревках, там на веревках не проходит этот номер-то. Дальше. Налоги. Все собирает и собирает, останавливает, заплати 26 350 рублей. Мы все перевели евро в рубли. 26 350. И два раза на пароме. Один в баре мы переплыли из Греции в Италию. И другой из Швеции. Карлсхам. Карлсхам, да. И переплыли в Клайпеду, Литву. Заплатили 34 400. Это паром, это большие корабли. Итого. Значит, было потрачено нами, как выехали, за 40 дней 341 630 рублей. Это сегодня мы уже дорогой посчитали. И получается, что на себя мы потратили, лично на себя, купили рыбу 2 килограмма 150 рублей. Ну, разделить можно на 40, это видно будет, по 4 рубля на день. Остальные у нас сухари были. В Шенгене были мы ровно 21 день. Три недели. Хотя у нас она на 4 недели. Вот. Данные какие еще у нас сохранились. Один день у нас обходился 8541 рубль. Это все входит. Здесь и паром, и все вместе собрали, на количество дней поделили. И километраж на 40 дней получилось 621 километр в день. Но учитывая, что мы 3 дня жили в Германии, не двигались, и 3 дня в Москве, 6 выкинуть из этих, из 40 дней, то мы увидим, что получится побольше. Вот. Это вот один комплект, который здесь даем библиотеку, это 20100 рублей. 20 тысяч. Или 750 евро. А трехтомник, вот Новый Завет, и до слова Божия не туз, это вместе 100 евро. Вот это вот, так по 4 книги мы подарили, сколько, 5, 8, 40, ну, примерно 40 с лишним экземпляров с чем-то. То есть мы, мы ехали дарить, но нам была помощь. Вот в Грузии они там латы стали карманы совать, большие сумки там... Лари, Лари. Лари, вот. Я не говорю уж про Грецию, там наши, Плотниковы, Дмитрий Устинович, коим чудом, его жена, Марина Демосфеновна, и они там, и батюшка отсюда еще им сказал, дайте им 500 евро. Это помощь была. И самая большая помощь была в Германии. Они в общей сложности на 700 евро, только 700 помогли, Валентина Сартисон, Зоннеберг, с дочерью своей, Екатериной. И всего натолкали, всего. И воды, и хлеба, и чего-то, и конет, разные складности. Вот, то есть мы получали в дороге, в дороге, не просили. Это люди давали сами. Давали, ну, в помощь Господу. Поэтому мы не бедствовали. Еще тем более в Швеции там оказались русские, помогли наши рубли, на их кроны, и кронами мы рассчитались. Ну, как-то, мы вернулись домой. Потом я еще буду подробно говорить. Этот ролик мы сделаем, как обходиться с этими книгами. Нужен найти добровольцев, чтобы они приехали на своей машине, со своими коробками, распечатывали. И вот она, веревочка здесь, вот эта, ее развязывать не надо. А вот так вот на угол стаскивай, с одной стороны переверни, с этой стороны вот так подтяни. Она спала, потом можно развязать. И каждая коробка будет свернута. Вот таких, сколько я скажу, это по 8, это по 8. Значит, получается по 15. 15 вот таких, на каждую книгу 15 пачек. Это мы сделали бы работу за полтора месяца. Мы приезжаем каждую неделю, пять раз бы заехали, а на шестой остатке взяли и дорогой. Но для тех, которые начнут только, они не авторы. Ну, я вышлю какой документ в интернете, они его отпечатают. Просто я не думал сразу об этом. Но показать. И вот здесь, когда будете набирать, вот так берем 5. Вот, допустим, берет кто-то и говорит второй том, третий, четвертый, пятый. И чтобы никак не ошибиться. Никак. Иначе две книги где-то не будет хватать. Но все равно где-то что-то лишнее появится. Лишнее кто-то возьмет себе. И потом мы обсудим, как с этими книгами быть, как получить. Повторяю, первая коробка это все, что идет до в твердом переплете тринадцатый. Это вторая коробка. Тринадцатый и до конца открытым оком. Только открытым оком. Ну, тринадцатый и тридцатый. Считайте, сколько это будет. Получается, что 18 книг, а их всего 36 теперь. Получается, здесь 18. Новый завет отдельно. В симфонии и в мягком переплете. Это в первом. Вторая коробка побольше. И тогда выезжать, уже заранее знаете, обязательно, чтобы карту того района, куда выезжаете, региона, и указать районные центры. Как ближе приезжать. Приходишь, мы, здравствуйте, мы такие-то. Мы развозим книги, вот автором я являюсь, Слабкин Игнатий Тихонович, и мы это дарим. И у меня целая пачка документов, ну, я не знаю, сколько так, ну, около 400 документов. Где мы были? Это библиотека имени Ленина в Москве, историческая библиотека в Москве, парламентская. Украина, это Киев, в двух библиотеках парламентская, Харьковская, то есть, много в разных местах до Дальнего Востока, до Владивостока, и на все страны, какие мы проехали. Все, начиная с Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словакии, Чехии, Молдавии. Да, это говорил. Это значит, доехали мы до Лиссавона, Португалии, то есть, где мы были, где были, дали, и везде ставится нам печать, а я в двух режимах, один нам, а там написано, перечисляются книги, и они обещают сохранить эти книги, чтобы ими свободно могли пользоваться, желающие их считать. Вот и все. Бесплатно, там написано, бесплатно дарим эти книги. Таких вот людей, добровольцев, нужно найти, хотя бы несколько групп. Ну, в моем представлении, хотя бы три. Мы ездили втроем, с нами собака. Вы можете ездить вдвоем, вы рядом там живете, у нас длинные пути, ночевать приходится в лесополосах. Лучше втроем, конечно. Один у машины остается, договорились, они принимают, пошел, выложил. Книги не экстремистские, они сразу, они экстремистские, слово-то не знали никто, ну, приучили так власти. Смотрят? Нет, нет. Эти книги любви и мира. Как правильно жить? Вот, допустим, когда будете говорить, сразу сошлись, вот 20-й том. Это мои беседы с Александром Менем, священником убитым. Этого нигде в мире нет. Почему? У него нет священника. А это мои беседы лично на дому с ним. И они отпечатаны. Отдельно. Это мы говорим о некоторых томах, чтобы сразу заинтересовать. Или вот, допустим, сразу говорите 26-й том. О чем? Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Вот они, поэты. Вот они. На каждый вопрос, который мне задают студенты в университетах, я отвечаю шестью поэтами. Что об этом говорит? Библия. Вот она, Библия. Поэт. Кто здесь? Вот он написан. Илья Оренбург. Вот он где. Опять новый вопрос. Вот он где. Видно его? Это им показать, что литераторы сразу эту книгу сметают, где бы ни была она. Вот. Я коротко отвечаю. Несколько слов дальше. Поэт. Тут надо посмотреть, кто это. Ну, это Волошин, Максимилиан. Дальше, что об этом Библия говорит. Следующий поэт. Здесь. Не вижу, кто. Гиппиус. Гиппиус. Это Зинаида. Дальше, что Библия говорит. И так, шесть поэтов из разных эпох. По конкретной теме. Допустим, что они говорили о революции, о создании прочной семьи, о государственности. Ну, о женщине. Вопрос. И на него шесть поэтов из разных, разных периодов. Я повторяю, что без Евгения Евтушенко, где я взял сырой материал, это бы не сделать. Но он этого не делал. Он просто перечислял их. Это 20 тысяч шпайлов. По отдельной тематике. Вот у мусульман зеленый свет. Вот эта книга, вот, восемнадцатая, она, все книги называются «Открытым оком» или «Во свете Библии». Вот, «Во свете Библии», вот оно где. Вот первая страница, открываю и сразу «Вера, Библия, Коран». Коран разбирается по сурам и аятам, без всяких нападок. В сравнении с Библией, что об этом говорит Библия. Это просто надо считать. Я на некоторые говорю. Но остальные – это вопросы, ответы. Я начальник детского лагеря. Это вот как бы автобиографичная книга. «До Слова Божьего нет ус». Вот она где. Это когда спрашивают, а о чем книги, то можно показать. Я в свое время был арестован не однажды. И вот тут в этой книге в конце фотография. Я арестованный иду. Выводят из зала суда. Это святые летят. Петеримовы девочки. Людмила Татьяна бросали святые. Крисово православие тоже. Книги эти имеют особое качество. Они написаны без приглядов в глаза людям. В пророческом духе. Поясняю. В пророческом. Что значит? То есть я беру из Слова Божие и даю ответ. И мне абсолютно безразлично, как ко мне люди относятся. Патриарх там это будет президент. Библия говорит. Бог говорит. И я даю это. Поэтому у этих книг очень много друзей. И очень много врагов. Но враги тайные, они нигде не выходят. На книги они ворчат, но не выходят. Потому что это для них смертельно. Они не самоубийцы. Они понимают, что если сейчас сядем, он должен будет сказать. Я антихрист. Только и всего. Он не может просто так опровергать то, что Бог сказал. Поэтому как собирать? Собрать коробки. Грузить. С собой еды, конечно, брать. Распределиться на какие районы. Они на Смоленскую область. И над этим, я думаю, поставить наблюдающим или как Сергея Козлова. Парализованный иконописец. Удивительнейший человек. Мужественный. Самый, может, мужественный, каких я знаю. Умница. И духовный человек. Он в Воронеже. И он все знает. И переписан. И заботится. И чтобы он за этим наблюдал. Как дальше пойдет. Если все нормально пойдет, у меня остается еще на один год. Но уже еще меньше, которые книги остались. Мы договоримся с кем-то и контейнер пошлем туда где-то, ну, скажем, в начале мая следующего года. Чтобы кто-то был старше, смотрел. Там разложили опять их. Мы их подпишем. Был, как по порядку, Новый Завет. Первый, второй, третий том. Вот теперь самые книги. И потом распечатывать пачки. Рядом тогда, рядом с пачками, которые лежат. Вот это напротив пачки. Вот это лежит книга. Вот так поверни ее. Сразу положил 8 штук. И как только кончились, опять новую пачку снимаешь. Они по порядку лежат. Ну, как по этому сказать. И дело будет сделано. Тогда у меня больше ничего и нет. Поехать больше я не могу. По нескаким причинам. Во-первых, это чрезвычайно дорого. Чрезвычайно дорого. Трудно найти нам шофера. Это даль. Это мы 7 тысяч километров, считая туда и обратно, молотим совершенно впустую. Не по делу. А только чтобы прибыть туда, да еще и в Калужскую область пойти. Мы дадим адрес, где-то находятся. Нынче надо начать. Нынче оставшиеся там раздать. В общей сложности нужно будет посетить где-то, может, 105 сел. И сначала нужно в областной город, в библиотеку. А потом от них легче на это ссылаешься, тебе звонят. Отношения прекрасные устанавливаются. Но там рядом я оставил еще завернутые журналы. Русский дом. Мы во всех странах оставляли прекрасный журнал. И там один номер был. Теперь его нету. Третий номер этого года. Там большая про нас статья. В этой деревне огни не погашены. Это в интернете можете найти. Отдельно лежит пачка наших приглашений. Их-то распечатать. С левой стороны, как заходишь от книг. Приглашения в библиотеке у вас находятся 38 книг Игнатия Лапина. Сейчас 36, но две там вычеркнутые. И все. Бесплатно. И отдельно лежит это наши визитки о сайте. Пригласительная. Зайди на наш сайт, на форум. Это с собой брать и в каждой библиотеке оставлять. Но кто-то, чтобы смотрел, другим говорил. Не так, что пришел, взял. Тем более, кто будет этим заниматься, каждому дарю полный комплект книг. Сразу себе отложите его. Журналы отдельно там лежат на той стороне. Теперь один ящик большой мы заложили. В него. Вот это до 13 тома. Это у нас идет первый. Коробка первая. Потом вторая. А это в один сложили. Просто у нас не было. И на три завязки три раза перехлестнуто. И еще одну там положили. Увидите, она от другой формации. Просто поглядеть надо. Этих 19. Ровно 19. Коробки. Разгружайте и обратно берете. Нигде их не оставлять. Коробки нигде не оставлять. А с собой забирать. Ну, взять скотч купите. Где разорвется, маленько подклеил. Это делать как для Господа. Книги имеют особое возрождающее действие. Если попадают они заключенным, люди меняют жизнь. Я свидетель этой. Эти люди пришли. Даже где-то читает одну книгу. Проходит какое-то время. Эти люди ревнуют о Боге. Получают рождение свыше. Вот этот второй том. Это православные, так называемые, противосектантские. Но никаких нападок. Почему они, допустим, сектанты... Ну, кто такие сектанты-то? Это надо объяснить сначала. Вот. Здесь объяснение дается. Как говорит православный, как сектант. Все вопросы решаются. О спасающей благодати Божией. О втором пришествии Христа. О иконах. Почему мы иконы признаем, иконы не идолы. Ну, и... Притом, здесь нет угождения православным или кому-то. Все на основании Слова Божия. Так говорит Бог. Здесь, в этих книгах, я отвечаю на 4124 вопроса. Они все на сайте, уже по тематике разбиты. Там это легче. Вот. Старообрядчество. 11-й том. Мы сейчас были в Москве. У них митрополит белокринейской иерархии Корнилий. Он выразил, говорит, большое желание со мной встретиться. Но его не было. Почему он решил встретиться? Я ему подарок посылал эти книги. И Новозыпковскому. У них патриарх Александр. Ему послал. Вот эти книги, три тома завета эти, видели в библиотеке у Владимира Владимировича Путина. Медведеву послал я патриарху. Эти книги трогают. Но это толкование вместе с откровением Иоанна Богослова. Это вот чтобы в одном издании три тома вместе выше, это впервые за 2000 лет. И вот здесь по всем святым отцам и опровержениям сектантских лжевомствований. Отец Геннадий Фас это собрал. Тут отдельно про Геннадий Фаса. Скажу, как он нам проготворил место в Португалии. Как узнал, что я, он меня называет духовный, отец у меня обратился. Там не знает, куда посадить. И запивку, и просторы несут. Вот такое дело. То есть у каждой книги определенная есть тематика. Так сказать. Четвертый том это с какими людьми, как беседовать. Я их разбиваю, допустим, на 24 группировки. Одни говорят, Бога нет. Как с ними беседовать? Другой говорит, Бог есть, да кто его знает? То есть не верит в Слово Божие. Как с ними беседовать? А третий том это как образовать общины. Пособие Евангелия от Марка, изучение. То есть примерно. А к истинному православию, ну тут понятно. Большие вопросы о крещении, покаянии, церковной дисциплине. Это вот краткая наметка. Как организовать сейчас несколько групп, хотя бы три группы. Три группы. Амбросий Медиаланский когда ушел, отошел из жизни, то на его место было, говорит, шесть епископов, и два поправлялись с ними. Мы не такие, ну по силам нам это было. Это мы делали. Мы в общей сложности распространили где-то 455 примерно мест, где мы в библиотеках были, начиная от Владивостока порта находки и далее. Много на Украине, в Крыму. Это в прошлом году мы были. Очень много городов посетили на Украине. Вот что я хотел дать, чтобы сегодня вы пойдете, у меня интернет отключен, поставили этот ролик, и прямо Сергею Козлову. Воронеж. Он разберется с этим делом. И пусть он подыскивает этих патриотов, которые могли бы трудиться. Не просто ворчать судьей, да, делаем, может это не так. Но мы делаем это бескорыстно, в этом никто не сомневается. Ни копейки мы не присвоили, не проели. Сухари и вода, вода не кипяченая еще даже. Во всей Европе пили не кипяченую воду, никто не заболел. Но мы все время проспоры ели, святой водой запивали. И какие-то вопросы возникнут здесь. А что возникают? Вот бери 12 томов, первая коробка, вторая. Садись на машину, вези. Вызови их доверие. Я прихожу незваный, нежданный, неизвестный. Я должен вызвать доверие ко мне? Я как автор. Вам будет, может быть, даже и проще, а то и посложнее. И второе, вызвать уважение к книгам. Показать хотя бы что-то. Ну и даем даром. Книги-то выглядят, которые специалисты-то они берут. И все книги, вот эти вот, 30 томов, и они все разного цвета. Последуют. Видите, как они изданы-то. Специалисты-то понимают, какой каптал. Каптал вот этот вот, который есть. А эти подарочные сделаны, изготовлены закладочками российского флага. Первое, значит, желтый, это белый, синий и красный. Вот. Практически, ну, все, можно начинать им работать. Сегодня выставите Сергею, поблагодарите всех, кто участвовал в этом, кто молился. Особенно тем, кто, как Булкин Дмитрий из Калининграда. Сколько он помог. Валентина прислал. Которые там взяли нас за руку буквально в сервисе. С начальством. Я пошел там, подарил одному другому. Это все по 4 книги-то. И издалека он в это время в Испании был. И руководил всеми бесплатно нам отремонтировать. То есть они все взяли на себя. Это же сделали в Нижнем Новгороде. Ну, тут мы встретились с главным конструктором машины этой, главным инженер, менеджер который. И они дали знать, где там ремонтная мастерская, их бесплатно отремонтировали. Ну, это коробка передач. Узнали, нас накормить хотели, мы не пошли. Что, постные? Постные еды принесли. Мы пошли в столовую, поблагодарили их. Это Нижний Новгород. Я эту, когда узнают, что на такой машине мы ездили, российская. Да это какая-то машина. Ну, худо или бедно. 5,5-6, теперь я говорю, за 3 года. Мы летом только ездим. Это 6 неполных 7 месяцев. Неполных 7 месяцев. Мы проехали сколько? 100? Там 107... 110 тысяч. 110 тысяч километров. Ну, делите на 7 месяцев. Неполных 7 месяцев. Что-то стоит. Если бы вот это не было неполадки, это в Швеции, где она нас... Ну, тем более это от Ульяновского завода составляющая часть, они сказали. Ну, кто бы то ни был-то. И в ней был брак, и она лопнула, и... Беда высказать нельзя. Я все еще не опомнюсь. Проносятся машины, ты ничей, хоть 100 лет там стой и никак. Но Бог сделал так незнакомого человека, тот помог позвонить в полицию, тот вызвал навигатор, эвакуатор. Ну, и надо, конечно, было раскошеливаться. Как потекли деньги, сразу более тысячи евро. И подсказали очень умно, там Людмила с надеждой русские, что вот надо там 150 километров в сторону Карлсхам. И от этого порта в Клайпеда, там недалеко, можно найти эти детали, будет в Калининграде. И вот Бог нас вывел. Мы сегодня дома, сороковой день. Я решил быстренько сказать, потому что у меня интернет, я уехал. Мы много евангелий там оставляли. И отключили интернет, чтобы не платить на 4 месяца. Мы должны были вернуться до половины августа, потрудиться. У нас все рассчитано было, все. Мы в день посещали в среднем примерно 5 городов или районных центров. Все. В прошлом году прошли 6 мусульманских республик. Нынче прошли мы Грет, эту Турцию. Это все рассказывать надо. Каких людей мы видели? Сколько добрых людей. Вот враждебных ни одного не было. Только один священник московской патриархии. Когда мы были в Риме, кое-как нашли, где там храм святой Екатерины, расположились на ночь. Ну, к стенке прижались. Уже темно, уже ночь идет. И они палатку ребята поставили двое. Это я в машину. И кто-то позвонил ему. Он оттуда приехал не один. Да еще и из посольства кто-то. Выгнал. Палатку пришлось сматывать. Ночью. Выпнул нас. И кто? Это настоятель. Узнать его имя. Где он есть. Сообщить об этом в патриархиве. И мы, и он не сомневается, что мы православные, мы крестимся, благословим. Никаких. А что скажут тут, как кто-нибудь там, легионеры, там, карабинеры ходят. Карабинеры, ну. Да. А они, никого нигде не было, ничего нет. Вот как лютый волк налетел, овес растерзал, разбросал. Об этом Павел и говорит в 20 главе. С нами никто не поступал, даже все вместе, злодеи, не сделали то, что сделал один православный поп. Люто просто. Это ни в Бога не верить не надо, ни в добро, ни в... Это ничем не объяснимо. Это одержимость бесовская. Мы говорим, нам некуда. Нам в туалет некуда сходить. И воды набрать негде-то. Мы уезжаем завтра. Нам завтра библиотеку надо. Мы папе Франциску, Венедикту подарили книги. Потом библиотеки нас как приняли, там фотографируются. А так и как, уйти и все отсюда. А то просто надо было видеть где-то. Это в Риме было. В этом году, в июне месяце. Я могу показать число и час. Бог ему судья. Да не уменится ему это. Но представьте, когда ты один, незнакомый, машину поставить негде. Там машина на машине. Они создают какие-то машины, такие маленькие, чтобы больше места где-то им было. Но мы живые остались. Я сейчас уберу это, что показал. Какие вопросы, если будут, то и... А ты сегодня поедешь и там поставишь. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok